Как сейчас приехать в Дубай? И не просто отдыхать, а надолго жить и работать. Какие сложности будут на пути? Сегодня услышим самые разные истории людей, кто сюда приехал жить, а кто выживать. На примере сегодняшних героев разберем, как они решали все эти вопросы. Сегодня в выпуске будут и новенькие, кто только приехал, и те, кто живет здесь больше 20 лет. Поговорим на русском не только с нашими, но и с местными. Посмотрим, какие продукты из России есть в дубайских супермаркетах. Услышим историю про 200 миллионов долларов и парня из Тюмени. Сегодня вообще будут необычные люди в выпуске. Даже удастся встретиться с Федором Понюховым. А в заключение дам историю Михаила, который буквально с нулем прилетел в Дубай, вообще без денег. И к чему приводят такие игры с судьбой? Смотрите до конца, сегодня будет максимально интересный выпуск. Но обо всем по порядку. За прошлый год в Эмиратах побывало больше миллиона россиян. Сколько из них осталось здесь жить, неизвестно. По Дубаю чаще всего называется цифра в 300 тысяч русскоговорящих жителей. То есть примерно 10% от всего населения города. Хотя иногда кажется, что даже эти данные сильно занижены. Русская речь здесь слышится постоянно. Поэтому и называют этот город все чаще Дубцы или Дубайск. Причем типичного портрета переезжающих нет. До недавнего времени говорили о бизнесменах в возрасте 40-50 лет, которые переезжали с семьями. Но сейчас много совсем молодых едет. Кто из-за разных последних событий, кто осуществляет свою мечту, а кто просто от зимних холодов. А чего не ехать, если билет стоит 4-5 тысяч рублей? И самолеты летят не только из Москвы и Питера, но прямые рейсы сейчас и из Махачкалы, Екатеринбурга, Уфы. А что по билетам? Вот сейчас есть супер-приложение на рейсе в Дубай. 8,5 тысяч. 8,5 тысяч. Туда-обратно. 8,5 тысяч. Да, 8,5 тысяч. Потому что когда я выкладываю такие цены, никто не верит в эти. Я больше скажу, половина самолета будет и сто. Прямой рейс. Без всякой Москвы. Да, такое бывает. Это с багажом или без? Нет. Без багажа. Ну, в любом случае. Что тут багаж-то обратишь, здесь все есть. Ну, очень доступные цены. У меня у самого обратный билет из Дубая до Минвод в 4 тысячи рублей обошелся. Но это день сегодняшний. А есть здесь и те, кто приехал и 20 лет назад, и еще раньше. Это я шел по пляжу купаться, и вдруг шубы, золото. Может, квартирку прикупить желаете? Это было так удивительно. Я встретил Гульнару, наиприятнейшего человека. Я вообще трюкменочка. С трюкменцем она туда смотрит. Вы меня снимаете? Можете на меня смотреть, да? Да, мне очень удобно. Какие красивые глазки. Когда приехали в Дубай? В 2001 году. О чем здесь скучаете? Есть по ностальгии, чего-то не хватает? Ой, по СССР. По СССР? Здесь у нас сейчас в последнее время, я вам сейчас скажу секрет. Идешь, и везде слышится русская речь. Как будто я вообще в России даже. Я работаю в магазине, продаем шубы. Не поверите, здесь в Эмиратах и шубы. Да, сюда еду. На пляже? На пляже я сейчас плаваю. Ну и разумеется, общаюсь когда с туристами, знакомлюсь. И когда у меня спрашивают, где вы работаете, чем занимаетесь, я рассказываю о том, что вот, ну, у нас вот такой, вот такой, приглашают к себе в гости. Почему бы нет? На чашечку греческого кофе. Я патриот в своей стране. У меня есть семья там, в которой я работаю, я отправляю денежки, содержу в своей семье, помогаю. Дубай – это мое сердце. Что изменилось за 20 с лишним лет? Ой, он вырос, очень-очень много вырос, много достижений в этой стране, вы не поверите. Самые высокие отели, самые низкие отели, самые… Все, что есть, самое-самое – это у нас. Вы посмотрите, сколько народу, вы посмотрите, какое колесо. Она вообще в книгу рекорда Гиннеса занесенная. Почему она не работает? Ну, это не ко мне. Наши, которые приезжают, это кто в основном? Ой, у нас все. Я люблю киргизов, обожаю казахов. Ну, и россияне, душа моя, это вообще, я люблю их очень-очень. Говоря «наши», мы, конечно, понимаем все нации из СНГ. И из Туркменистана, и из Украины, и из Казахстана, и из Беларуси. Сегодня в выпуске будут граждане всех этих стран. Как, например, Алена из Украины, вообще первый человек, которого встретил по прилету в Дубай. А что это за остановка такая? Это автобусные остановки с кондиционированием. Но они не в плане безопасности здесь нет, кого такие конструкции ставить, да? Нет, это просто для охлаждения. А вот сейчас вот в темное время суток, не опасно здесь гулять девушкой одной? Вообще нет. Дубай, Дубай, это очень безопасно. Ночная жизнь здесь есть вообще? Конечно. Дубай есть два варианта жизни. Это день, офисные работы, какие-то дали, и я начинаю жить. Очень ярко. А вы что делаете в Дубай? Диджей? Я диджей. Диджей? Я живой работаю здесь. Вау, вау, вау. Где наши селебратики, вот, в Моргенштерн и прочее? Это все на Марине. На Марине, Дубай? А я как раз туда заселился, да? Не представился, меня Олег зовут? Олег. Алёна. Алёна? Да. А диджей? Диджей Алёна? Амбра. Амбра. Русские чистые дискотеки есть здесь или нет? Есть. Патрики, кажется, заведение, а потом березка. Ну, то есть есть, но я не откажу туда, я не знаю. По названию можно сориентироваться, что ли? Да. Ты два года здесь, ты не уезжаешь на лето, когда жара? Не знаю, конечно, конечно, да. Какие месяцы невозможно сдерживать? Какие? Все летние и пару... После лета у нас весна? Нет, что? Осень. Осень, вот, да. Сентябрь еще тоже, да. Но в сентябрь уже можно жить. Ты уже забыла смену сезона? Да, здесь вечное лето для меня, поэтому у меня... А в России где жила? Я из Украины. Ой, ну в Украине где жила? Кремичу. Здесь никаких потеснений нет по национальному признаку. И вот та ситуация, которая сейчас происходит в мире, да, в связи с операцией, здесь никаким образом не затрагивается. Здесь всем все равно. Как раз русские с украинцами здесь в абсолютно нормальном месте контактируют. То есть у меня в команде есть видеограф украинец. Мы с ним отлично дружим, общаемся. Есть несколько агентов украинцев тоже по недвижимости. Они абсолютно адекватные люди. Каждый приехал закрывать свои задачи, свои цели. Больше всего это финансовые моменты. Поэтому в плане финансов, если достигается задача, кто росли, то никто даже на это не обращает внимания, что есть какие-то там политические моменты. Да, приятно слышать, как дружно наши братские народы живут. Тем более, что здесь такое большое комьюнити. В сезон доходит до полумиллиона человек и даже выше. Все наши, а еще больше индийцев, пакистанцев, филиппинцев. Мы едем и одни иностранцы, вот такое ощущение, что город экспатов. А где вообще арабы находятся? Где их можно увидеть? Они на самом деле среди нас, арабы. Просто вам не довелось еще их увидеть. Может быть, в торговых центрах или вечером на набережной мы ежедневно видим большое количество. Они любят проводить время с семьей. Как правило, они с вами, с своей супругой. Очень много детей. Они любят детей. Мы тоже любим детей. Вот, поэтому обязательно их увидите. Национальная одежда, кондора, если я не ошибаюсь, абая черная. Вы знаете, почему черный цвет у женщины, а у мужчин белый? Потому что считается, что женщина – это тень своего мужчины. Да, и они ходят в темной одежде. Но она очень легкая, и она чаще всего состоит с натуральной тканью, с шелкой, и она может быть очень дорогостоящей. У некоторых абая даже как стоимость автомобиля приравнивается. Поэтому не надо считать, что женщины там в чем-то ущемлены. Они себе такие абаи выбирают такую одежду. Так что им очень комфортно. А почему у некоторых лицо закрыто, а у некоторых только глаза? Ну, многие говорят, что это зависит от мужа. Но сейчас женщины настолько стали современными, арабские женщины, что чаще всего, наверное, они сами вот это выбирают, как им выглядеть. Вот мы были в традиционной арабской семье. Женщина снимала покрытие с головы, когда не было мужа. А когда муж ходил в комнату, она тут же надевала. То есть, несмотря на это, вот у них уже там трое детей, они живут в браке там уже больше 30 лет, все равно они соблюдают эти традиции между собой. Я часто вижу, что под абаи скрытые, торгостоящие брендовые одежды, джинсы и какие-то там обуви очень хорошие. Да, часто у женщин лицо закрыто, и видят только одни глаза. Бывает, что просто покрыты волосы, но все лицо открыто. Ну, как я слышала, это зависит от того, как супруг хочет, как выглядела его жена. Либо полностью закрыт. Насколько ревнивый супруг получил. Вероятнее всего, да. Да, такой здесь микс культур и разных наций. А это мой сосед по хостелу, который вообще из Турции оказался. Но знает не только русский, но и древнерусский и старославянский. Ну, как его не назвать нашим? Откуда такое знание языка? Ну, я, во-первых, я учился в русскоговорящей среде и очень упорно занимался практически днем и ночью. Просто потому, что он так нравится, а не потому, что он нужен? Когда он меня спрашивает, у тебя был такой интерес к русскому языку, я говорю, нет, у меня абсолютно не было никакого интереса. А почему тогда? Потому что это любовь. Любовь и интерес — это разные вещи. И говорили про древнерусский, старославянский. Неужели их тоже изучали? Чтобы знать русский язык хорошо, именно с точки зрения лингвистики, филологии и так далее, надо знать, конечно, древнерусский язык, старославянский язык, корни некоторых слов и так далее. А сколько всего языков знаете? Учил именно 14 языков, но только на шести из которых спокойно мог разговаривать. А на каком языке думаете? Я думаю, что я думаю на русском, не то понятно, на каком языке ты думаешь, обратив внимание на свои реакции при первой, не при первой, при экстренных ситуациях, неожиданных, допустим, в пробке, когда сидишь за рулем. Или кто-то тебя там не то что дергает, раздражает. Какие эмоции начинаешь выплеснуть? Вот они у меня подсознательно выходят именно на русском языке. В пробке обычно ругаются люди. Мат используется или нет? Бывает, что используют, бывает. Но могу сказать, что как человек я категорически для себя против. Сам не пользуюсь нецензорным языком, считаю, что это меня не украшает. И я считаю, что это иностранцев тоже не украшает. Я думаю, что иностранцы должны оставить мат русским. Им не потому что это как-то низкий. Нет. Это их может украшать. Они естественно это говорят. А иностранцы должны сначала на нормальном русском языке говорить, а потом можно материться. Они используют мать как материал для затырки шилов. Ну, теорию знаете, да? Ну, да. Теории слова все. И на B, и на E. Да, ну, естественно. Ну, иногда приходится, конечно, хоть не пользуюсь, но я не пользуюсь, вырываются. Удивительных людей можно встретить в хостеле. В следующих выпусках побольше расскажу о своих соседях. А по поводу Мустафы, так первые минуты общения я и подумать не мог, что он иностранец. Или, например, Дауд, араб, местный, который также любит Россию и русских. Я плавал по утрам в море, круги наматывал, и кто-то рядом все приговаривал. Очень хорошо, очень хорошо. Так мы с ним и познакомились с первым местным. Русских людей много. Я хочу разговаривать с ними. Поэтому я хочу. Я люблю русский язык. Русские люди очень я люблю. Прекрасно, очень прекрасно слышать. А хотите поехать в Россию? Я видел Москва. Были в Москве? Да, были, были. В месяц я был в Москве. Что понравилось? Все понравилось. Люди понравились. Москва очень большой город, хороший метро. Мне нравилось. Что-то из еды, может быть, пробовали? Фуд. Сам дич. Русский фуд. Очень хороший. Например, какой? Например, салаты очень хорошие. Салаты? Да. Картофель очень хороший. Картофель? Удивительно слышать. Разнообразные картофели. Безумно приятно слышать. И даже акцент у Дауда такой милый кажется. Удивительно, как хорошо многие знают русский. Причем это ведь люди не из славянских стран. А Мустафа вообще сказал, что он некоторые слова для русского языка сам придумал, и они ушли в народ. Например, слово «оторваться» в значении «круто отдохнуть». Мустафа, если я его правильно понял, сказал, что это именно он стал первым так использовать слово. Причем обосновывал он вполне логично. Объяснил, как так получилось, что слово стало употребляться с новым значением. И, мол, сначала в его кругу, в университете, где он работал, общался, это слово начали по-новому употреблять. А теперь и вся Россия именно так понимает и использует глагол «оторваться». Ну, в принципе, почему нет? Все новые слова и новые смыслы кто-то же когда-то первый раз должен сказать. В общем, в эту историю, что Мустафа придумал новые слова и обогател наш язык, я еще могу поверить. Но есть и другие истории, совсем фантастичные, как у Евгения, которого я встретил на улице. Прилетел сюда в декабре ровно год назад, у меня были деньги, была цель, я думал, у меня достаточно денег, чтобы устроиться на кое-какую работу в компании Sony, Sony Music. А какие деньги с собой были? С собой было у меня примерно 100 тысяч тиркан, 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей? Да. А получается, они кончились. На работу я такой хотел попасть, умел с нее попасть. И все. И после этого у меня всякие бедспейсы были, по 12 человек в комнате. Я ночевал на скамейке, ночевал на пляже, спрашивал у незнакомых людей еду, и сигареты есть на свете. Сейчас, когда более или менее все остальное поканилось, мне разрешили пожить в постере. за кое-какую работу в ботку там. И сам мануриарх получил. Женя, если был вариант работать в Sony, ты, значит, крутой специалист в чем-то, да? Я когда был в России писал, он прям начальником в Нью-Йорк. Я отправил им свои демки, беды свои. Ты пишешь музыку, да? Да, да, да. Я даже получил ответ от них, и они специалисты. Хорошо, что они будем работать. Только не знаю почему. Буквально через час другой начальник их пишет письмо, типа, нет, но нужна стать рекомендацией от специалиста. Или агент, или менеджер, или другой артист, чтобы кто-то сказал, короче, товар по мне, типа. Не знаю, формальность ли это просто, или как. Ну вот, цель была добить это дело, получить контракт с этой темой. Ну, у меня не получилось. Слушай, ну Sony не удалось, это крутая фирма, ну, гигант просто индустрия, да, а тогда с кем-то поменьше должно было легче получиться, нет? Ну, это было не так интересно, потому что вот письмо, на которое я получил в этот день, мы говорили о контракте на 200 миллионов. Чего 200 миллионов? Долларов! Да, и перед тем, как писать свои резюме, вот письмо я ознакомился, какие бывают вообще контракты, рекорд дел, там, все эти. За что 200 миллионов долларов Евгению из России готовы было платить? Ну, сейчас, секунду. Так вот, я посмотрел, самый большой контракт был у Майкла Джексона, ну вот, 250 миллионов, и то это после смерти его из меня уже подписывало. Я думал, ну ладно, от балдыны пишу 200 миллионов, отправил его в свои демки, и ты, и вот и получил ответ на это, типа, хорошо будем работать. Нет, я бы согласился даже на чуть меньше контракта. На 150 миллионов, да? Согласен с собой? Лишь бы добить это дело, я уже потом писал, хотя бы за 2 миллиона дайте мне контракт, давайте работать, хотя бы там 10 тысяч баксов дайте, начнем писать музыку и все такое. Все, 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 пошел туда. С 200 миллионов опустился до 10 тысяч баксов и все равно. Хотел знакомиться, какие будут контракты, на какие суммы их, там, я знаю, там, допустим, на 5 альбомов кто-то подписывает, Адель, знаешь же? Да, да, конечно. Она подписала контракт, я слышал на 90 миллионов фунтов на 3 альбома, что ли. Это значит, они, типа, на радио отправляют ее музыку, все такое. Ну, Евгений, где Адель и Мейкла Джексон, где Евгений из Тюмени? Я вообще то письмо писал просто от балды, ну, опять же, в рамках, не совсем, допустим, там, 3 миллиарда я им написал. Я знал, что такой контракт может быть. Ну, вообще считать, что может быть такой контракт, может быть. Все, я написал 200 миллионов, и они сказали да. Ну, нет такого мнения, что там на том конце провода просто тот, ну, тоже решил от балды написать, да? Нет? Ну, 200 миллионов, это такая сумма. Я писал прямо на чайнику, там был CEO, рок-стрингер, в письме. Ответила мне женщина, Джулис Витлер, это EVP-компания, исполнительный вице-студент, то есть, в Соне Мески по всему миру вообще. Все по-серьезки было, да? Да, и потом я читал статьи о ней, там, в Гугле, если написать Джулис Витлера, это типа, главный дел-мейкер, ну, кто в них контракт не пишет. И тут за кадром подошел мужчина, принес еду для Евгения. Сделал такой добрый поступок, но очень не хотел быть в кадре. Можно я так вот просто ноги хотя бы засниму, откуда вы, почему помогли россиянину так? По мусульманинам. Мусульманин? А из какой страны? С Узбекистана. С Узбекистана? Это безумно. Нет, вы не ходите только, только тело, без головы. Это так приятно, что вы еще так скромно к этому относитесь. Вы же, по идее, сами здесь не какой-то биг босс, да, работаете. Да, вот это безумно приятно, что Евгению так вот, да, помогают. И кофту дал? Блин. Слушай, ну узбеки красавчики, да. Расскажи, вот, да, какие ситуации были? Я сейчас тоже от человека слышал, что наши вот не помогают, что к русским тяжело обратиться в этом плане, да? Ребята с СНГ почему-то больше помогают. Вот с Узбекистана, с Таджикистана мне парень дал 700 дирхам и все на вилле 6 дней дал по жизни. В Дубае же столько возможностей, ну хорошо, пусть с музыкой не получается, пока устроится там, ну, в ту же, не знаю, там, в магазин, в обслуживание или... Да, я думал, ну, сейчас у меня уже, получается, оверс стоит 9 месяцев. Что 9 месяцев? Просрочка? А, оверстояй, оверстояй. С полицейским разговаривал, когда у меня 6 месяцев просрочка была, ну, то есть, по виной пришел, говорю, я не знаю, что делать. Мне говорят, 6 месяцев не так много, не гуляй. А, типа, ни фига себе. Ну, ладно, ладно, вроде это не проблема. А, вообще, в России переводчиком работал, с английского, с медициной компанией, я с Тюмени оттуда. Евгений, тут, по-моему, вариантов столько, чтобы, ну, не этот, не так все плохо было, блин. Сейчас хоть жилье появилось, после разрешили пожить. Тем более, ты знаешь английский ведь. То есть, перед тобой намного больше возможностей, чем перед человеком, который приехал без знания языка, там, без денег, там, и так далее. Не, много всех историй слушал. Кто-то без английского за 2 недели находит работу здесь. Кто-то с двумя высшими, с опытом 8 месяцев парень-инженер пытался их строить. А, по-разному, да. Расскажи какую-нибудь самую жесть, вот, связанную с тем, что остался без денег, там. Что пришлось хлебнуть, что испытать? Ко мне, чувак, с ножом подходил. С ножом? Да. Кошелек у меня просил, а я на тот момент уже месяц опять без денег был. Нашел у кого кошелек просить? Люди всякие помогали. Встретил одного индуса, он мне сначала купил еды. Потом говорит, у меня брат сейчас уехал, можешь пожить и меня. Я вот 2 недели у него жил, но это был странный индус. Он дома ходил голышом, и я, в общем-то, да, у меня негде было ночевать. А еще самое вот, самое странное, что со мной произошло. Он говорит, давай, типа, я тебя сосу, и ты можешь месяц у меня жить. Я говорю, тебе спасибо, давай я просто у тебя сколько бесплатно поживу, и все, ладно. Это самое ужасное. Наименее приятно. Чувак вроде помог, и вот 2 недели я спокойно расскажу без предложений таких. А так, 2 недели на пляже и тут начало. Прямо на песке спал. Да, удивительно такую историю слышать. Я до этого все истории, которые слышал, это там. Мы тут двигаемся, да, успешный успех, что-то такое. Женя, а что сам думаешь, какой у тебя выход из этой безнадёги-то, что делать? Работку получить. Все-таки с Соней хочу. С Соней? Да, не знаю, насколько серьезно нужно относиться к истории Евгения. Хотя, кто знает, может, мы еще услышим его имя на самых высоких позициях в мировых чартах. В любом случае, его история абсолютно нетипична, даже уникальна. А у Дины из Казахстана кейс, наверное, попроще и, по крайней мере, реальнее. Но тоже заслуживает внимания. Девушка из Караганды без денег и без знания английского решилась на переезд в Дубай. Насколько сложно здесь новичку? Ты приехала в никуда или под что-то? Я приехала в никуда. Ни друзей, ни знакомых? Ни друзей, ни знакомых. Почему выбрала Дубай? Ой, не знаю, потому что это самый дешевый билет был в одну сторону. У тебя было без разницы куда? Да. Я купила билет и накануне своего отлета я позвонила маме и сказала, что я улетаю. Она такая, ну, я ей сказала, говорю, мам, ты ничего не говори, я улетаю в Дубай. Она такая, все хорошо, утром позвони, когда будет рейс. Я говорю, хорошо. И все, я прилетела сюда. Без знания языка? Без знания языка у меня был нулевой английский. Ну, он такой школьный, я помню его. Некоторые слова как бы понимаю, но сейчас он у меня намного лучше стал. Как искала работу? Через интернет платформу. Что ты делаешь? Я наращиваю ногти. Маникюр. Меня устраивает полностью. Заработок. Заработная платка по мастерам маникюра? От 6000 дирхам и выше. Чем больше ты работаешь, тем больше получаешь. А если меньше работаешь, то меньше получаешь. Какие основные траты? Основные траты это жилье. Сколько? 2500 дирхам у меня уходит на жилье. 5000 стоит жилье. И я живу с девушкой напополам. И мы делим по две с половиной. Но это получается не квартира, не студия. Это просто мастер-рум. Мастер-рум? Да. Мастер-рум это когда у тебя своя комната, свой балкон и свой санузел. Ну, с душевой. Ну, за него 5000. Но я снимаю в таком районе, где он ближе к метро находится. Чем ближе к метро, тем дороже, соответственно, аренда за жилье. Ну, я понял, у тебя не общежитие, то есть у тебя есть свой санузел, да? Да. Получается, комната, вот как в гостинице комната, вот точно так же. Я была как турист и работала. А сейчас какой у тебя статус? Сейчас у меня статус ID, виза есть. Это бизнес-виза или как она называется? Виза от работодателя. От работодателя? Да. Они тебе все сделали, да? Они делают. Получается, на два года контракт у меня заключен и я работала. А так я прилетала, улетала, прилетала, улетала, чтобы делать смену статуса. Залетать и вылетать, чтобы у меня виза. Потому что для Казахстана... Как долго у Казахстана? Для Казахстана 30 дней. А, всего 30 дней? Без визы, да. И в эти 30... Куда угодно могла бы быть? Да, в любую страну. Почему скучаешь? Ну, как бы скучать я не скучаю, но хотелось бы обнять и поцеловать своего сына. Я имел в виду, может быть, по еде? Нет, по еде вообще не скучаю. Мне все равно, какая еда, я люблю новшества, но не умею готовить. Люблю кушать, но не умею готовить. А где ты пытаешься? В основном заказываю еду. И девочка, которая со мной живет, она очень хорошо готовит. То есть продукты заказываете и готовите? Да, здесь сложно соскучиться по какой-то еде. Действительно, все есть. Есть и русские магазины. И часто в обычных супермаркетах целые отделы товаров из России и других стран СНГ. Здесь и греча, и семечки, и шпроты. Здесь даже кавиар. А, имитация, правда написано, имитация. Крабовые палочки, много русских продуктов. Крабовые палочки, скумбрия. Ммм, та самая скумбрия. Сколько же она стоит? Непонятно. Но, короче, дороже точно, чем у нас. Ну, радует то, что все есть. Да, куча видов творога здесь. В общем, не соскучишься по нашей еде. И маркеты знакомые у творога и у сыра. Класс. Да, по крайней мере по еде здесь можно особо не скучать. Но, безусловно, так было не всегда. Это в наши дни здесь много русских. А Олег, с которым мы сейчас едем по улицам Дубая, здесь уже 25 лет и застал самые разные времена. Во-первых, есть интересные фотографии, как Дубай добыл. Условно говоря, здесь такая ровная территория без всяких зданий, без всего. То есть, там, небольшое совершенно. Вот. И то, что, условно говоря, после получилось. То есть, вот такая картинка, как, понятно, как складываешься. Эта дорога, вот которую мы сейчас едем в Шейкзайд-Роуд, она была до Абу-Даби. Шла, в принципе, по-моему, двухполосная. Там были лежачие полицейские, которых там, чтобы люди не разгонялись, там, и ехали там 60 км в час. Поэтому, то, что вот мы сейчас, условно, сколько там, если посчитать полосы, в одну сторону, вот, 6 полос. Вот. И скоростной режим идет, там, Дабу-Даби, там, 140 ставили, 50 знаки, ну, может, до 60. Конечно, это вот уже разница. Вот. Потом, где-то, наверное, на 97-й тоже мы останавливались в Бар-Дубай. Там просто были какие-то экскаваторные работы, были песками все завалено. То есть, какие-то дороги, как вы делали, какие-то развязки уже на тот момент. Но из зданий высотных в стороне Бар-Дубай стояла только трейд-центр. Высотка, которая, вот, где сейчас находится, выставочный центр. Она до сих пор как бы существует. Это первый проект Аль-Мактума, который, как бы, тоже многие не понимали вообще, зачем это делается вообще. Зачем это вот, пожалуйста, земля направо. То есть, у него уже какое-то было стратегическое видение, как это дальше будет развиваться. Но Дубай, он не стоит на месте. Он развивается здесь. Я говорю, там, те же самые развязки. Иногда вынужден включать, там, допустим, навигатор. Потому что ты буквально, там, три месяца не ездишь. Видишь, уже какая-то дорога новая появилась. Какая-то новая развязка. Какие-то новые, там, допустим, изменения в передвижении, которые нужно уже, там, быстро контролировать. Поэтому, конечно, без навигатора в Дубае практически нельзя. Это одна вещь. Еще одна такая фишка тоже, то, что было в Дубае. И я считаю, что тут Дубай очень обязан Google Map. То есть, не было как в нашем понимании привык, что есть улицы, там, есть проспекты. Но все равно есть улицы, к примеру, улица Российской Федерации или, там, я не знаю, Дон 3. Вот такого в Дубае практически не было. То есть, здесь все ориентиры образовывались, там, допустим, от каких-то лендмарков. То есть, какие-то известные места там. То есть, получается, названий улиц у них нет, что ли, и сейчас? Они есть, они есть эти названия. Иногда, допустим, в государственных органах они их спрашивают эти названия. Но, вот, если вы, там, условно говоря, кого-то будете останавливать просто, ты на какой улице живешь, ты на какой улице работаешь? Я вас уверяю, где-то 90, наверное, 9% просто даже не назовут. То есть, все ориентируются, условно говоря, да, я, там, в Дубай-Марине, здание, там, допустим, такое-то. Если человек, как бы, говорит, я не знаю, что это за здание, он начинает, скажем, там, говорить, набрасывать, как бы, этот... А вот, знаете, там, вот, JBR, вот, переднее здание, которое, там, вот, присуточного цвета. И напротив них, там, в середине есть, там, вот, такой-то отель, вот, такое-то знание. Вот, какие-то, вот, такие начинаются ориентиры, если нет, вот, опять же, вот этих вот технологий. И это была, конечно, мука. Когда, допустим, тебе нужно было куда-то где-то ехать, встретиться, это просто было это невозможно. Причем, и те не могут тебе объяснить точности. И ты, как бы, смотришь вот эти моменты, это просто какой-то был коллапс такой. То есть, я, там, из Yellow Pages с собой носил какие-то эти карты, которые постранично разбиты, которые, там, были хотя бы какие-то квадраты, заранее посылал, там, допустим, встречаюсь с тем-то. Рядом зданий называл, там, в принципе, которые, как бы, они мне подтверждали, да, это здесь. После этого, там, можно, как бы, подвигаться. Google Map, это, там, был прорыв. Да, представляю, как здесь все просто на глазах менялось. Город и сейчас очень быстро растет, развивается. Обязательно сделаем отдельный выпуск про недвижимость Дубая. Побываем на разных объектах, дадим расклад по ценам и разным районам города. А пока также, благодаря Олегу, удалось попасть на интереснейшее мероприятие в Дубае. Творческую встречу с Федором Кониховым и показ фильма «Повелитель ветра». Удалось даже пообщаться с рекордсменом-путешественником. Жаль, постеснялся спросить об интервью на камеру, но сфотографироваться получилось. У Федора десятки мировых рекордов и сотни самых экстремальных приключений. И следующая наша история также из раздела «Экстрим». Приехать в Дубай вообще без денег. Обычно, когда так говорят, это фигура речи. И имеется в виду, что у человека нет особых накоплений. Но какие-то пара сотен долларов все равно есть. История же Михаила — это приезд буквально без гроша в кармане. А вообще, на что ты надеялся, ты без денег прилетел? Я прилетел сюда для того, чтобы, во-первых, убрать свой страх того, что я стану без денег и не смогу выжить. И спойлер получилось. Ну, как вот человек, прилетевший в аэропорт, какие вообще действия дальше? Ну, если у тебя ноль. Реально ноль был в кармане? Реально ноль. Даже на российской карте был ноль. И, грубо говоря, я потратил последние деньги и взял даже с кредитки. То есть, я сошел кредитку и прилетел сюда просто с полным нолем. Потому что российские карты все равно здесь не работают. И даже если бы были деньги там, все равно бы я не смог ничего сделать. Ну, прилетел в аэропорт, дальше что? Дальше я просто пошел пешком. Вернее, сначала попробовал найти машину и просто подходил к людям. Я даже спросил одного из пассажиров, с которого я сидел в самолете. И спросил, может ли он довезти меня до Дубая. На что он сказал, я подумаю, типа, не знаю. И уже дальше ушел просто. Слезы. Да, да, да. А второй мужчина, у которого я спрашивал, это был человек, стоящий около аэропорта. У него была крутая тачка. Я подошел к нему и спросил, может ли он меня подклинуть. Он сказал, что у него просто нет места. И дальше что? И дальше я просто пошел пешком. Я прилетел примерно в 17 часов и уже темнело. И я прошел, наверное, час просто по дороге. В какой-то момент она закончилась. И я просто даже уже не знал, что делать. Пошел просто по обочине. Там была галька, были кусты всякие, травы. Дошел до поворота. Потом пошел по трассе, по главной уже поживленной. И там я сначала нашел курьера, который дал у него воды попить. То есть я увидел, как он пьет воды. Я подошел, спросил у него воды. У меня еще даже с собой был просто партнель без еды, без воды, чистой одежды. Больше ничего не было. Обалдеть. Да. И я спросил у него воды. Он дал мне ее. Я тогда очень сильно воодушевился. Просто пошел дальше. Спустя буквально метр пятьдесят останавливается машина. Я пробовал сигналить и получилось остановить машину. Ну, ты просто веришь в судьбу или что? Вот не было бы курьера, не остановилась бы машина. Ты что делал бы в этой пустыне вообще? Я бы шел дальше. Я верю в то, что рано или поздно мир помогает. Мир всегда поможет тебе, если ты особенно в это веришь. Попутка куда тебя довезла? До Global Village. То есть, я даже не знал, где это, что это. Я не смотрел дупо. Я сам не знаю, что это такое. Что такое Global Village? Global Village – это такой дворец, в котором собраны все достопримечательности из разных стран. Я туда не заходил, потому что билет платный, но видел по верхам вот этих вот зданий и надписям сверху. То есть, там была Турция, Египет, Китай, еще что-то. Вот так вот странно расположено. Слушай, положение твое особо от этого не улучшилось. Да, я могу даже сказать ухудшилось. Потому что та трасса, на которую он меня высадил, она была очень оживленная. И машины там гнали примерно, ну, 150-160 км в час. И просто там жул, жул, жул. И я пошел, сначала прогулялся вокруг Global Village. Меня очень сильно устали ноги. И я еще поехал в неудобных кроссовках. Вот, чтобы я понимал. Ты, короче, максимально усложнил себе жизнь вообще. Максимально усложнил жизнь, я поехал в неудобных кроссовках. И я просто шел там, и у меня появилась мысль, что все вокруг чужие, и вообще я тут один на самом деле. И в какой-то момент я просто обошел это здание несколько раз, спросил, можно ли войти внутрь. Мне сказали, за деньги. Я сказал, окей. Вокруг просто ходят местные шейхи в этих платьях, в белых, в черных. Женщины тоже местные. И тогда я еще думал, что я просто не знаю, на кого можно смотреть, если на кого нельзя. Потому что я читал в интернете, что по законам, если ты посмотришь на местную женщину, и задержишь на нет взгляд, это карается тюрьмой. Точно так же, как и попрошайничество, точно так же, как и бродяжничество. Поэтому я особо тогда боялся еще спрашивать у кого-то что-то. И даже когда я шел от аэропорта по дороге по этой, я боялся, что вдруг меня кто-то даже увидит, что я там иду. Черт. Как будто я там не должен идти. Где в этой истории вообще свет-то наконец в конце туннеля? Давай дальше. В какой-то момент я просто настолько потерял веру и надежду, что я сел на каменную какую-то ступеньку и просто заплакал. И просидел я так, может быть, минут двадцать-тридцать. Потом чуть-чуть помолился, потому что я верю в Бога, верю в Вселенную, что все как-то взаимосвязано. И просто я собрался с духом и принял решение не умирать здесь, на этом камне, не заканчивать так жизнь, а идти дальше. И я пошел на эту оживленную трассу, которая гонит 150, и начал останавливать там машины. И в какой-то момент остановился такси. И я подходил к такси, спойлер, там ни одно такси остановилось. Подходил к каждому такси, а их всего было четыре, и спрашивал, могут ли они меня довезти бесплатно до Дубая. Я говорил, что у меня нет денег и что… I'm sorry, что остановил, но можете ли вы отвезти. И никто не согласился. Странно, да? Странно, да. И вот представьте, я останавливаю все машины, и останавливаются только одни такси. И мне они говорили, что ты никого не поймаешь здесь, кроме такси. И в какой-то момент, четвертый водитель уже, мы с ним точно так же поговорили, и он сказал, он вышел из машины и решил мне помочь. Не в плане подвезти, а в плане он подсказал мне, что здесь рядом есть автобусная станция, на которой могут отвезти бесплатно до города. До центра Дубая, да. И я пошел туда после этого. На эту станцию? На эту станцию. И уже на станции я просто подошел к одному из автобусов, спросил у водителя, может ли он меня подкинуть. Он сказал, что, во-первых, он туда не едет, это не тот автобус, и назвал номер того, который мне нужен. И сказал, что, скорее всего, да, получится. Блин, все равно, на что ты надеялся? Ну, приедешь ты в этот центр Дубая, там что? Ну, теплый подъезд или что ты там хотел найти? Я думал, что там, где есть люди, тем более русские люди, потому что центр Дубая – это очень популярное место среди русских, так же, как и район Дубая-Марина. И я думал, что просто как-то смог найти такой, что будет больше шансов, чем на окраине. Ну, и? Ну, и я подходил к каждому из автобусов, спрашивал, ну, нужным автобусом, да. И водитель мне сказал, что ты должен спросить, вот там человек стоит такой большой, ты должен у него спросить. Я увидел этого человека, у него была такая вот… такой бейджик был. И я понял, что он вот какой-то государственный человек, что вот эта вот государственная инстанция автобусная. И я что-то побоялся к нему подходить, но в итоге этот водитель, он подошел к нему сам и сказал, вон тот человек, показал на меня, сказал, вон тот человек, он без билета, и, ну, нужно помочь ему. И вот эти люди, да, в корме, они ко мне подошли, вот этот, который был большой, еще один, и они начали расспрашивать меня вообще, что я тут делаю, почему у меня нет денег, и что, как бы, я хочу дальше делать. На что я ответил, я немножко приврал, потому что я испугался, что меня могут депортировать или там того хуже посадить здесь. И я сказал, что я потерял мои деньги. На что мне ответил этот вот человек в форме, что давай мы увезем полицию и будем разбираться, будем искать того, кто украл твои деньги. И я, честно говоря, опешил. Я просто был в шоке. Я немножко уже трясся, я говорил, no, 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 I'm sorry, no need. I just want to buy a ticket and go to Middle Dubai. No, 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 no police. Без полиции, все, пожалуйста, купите мне билет, и я поеду в Дубай. На что они мне сказали не бояться, и всячески успокаивали меня. У меня уже и так был какой-то такой нервный подъем. Уже ночь, наверное, была или что там, вечер поздний, да? Да, 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 уже было очень темно, уже было где-то часов десять вечера, и я просто уже был на полных нервах. В итоге, как получилось? Меня они успокоили, вроде как, но я не успокоился. Для них они меня успокоили. И он такой, окей, я помогу тебе, и я отойду сейчас. Я отойду сейчас и помогу тебе. Он отходит, потом спустя там пару минут приходит, говорит, можно я твой паспорт сфотографирую? Офигеть. Тут уже на этом моменте я все, я растерялся максимально, ну а что делать? Не убегать же. Я достаю паспорт, даю ему. Он смотрит его, светит, светит. Я не понял, сфотографировал или просто проверил штамп въезде в страну. Говорит, окей, я сейчас вернусь. Отходит. У меня еще больше паника. Стоит другой человек рядом. Я ему говорю, я не хочу в тюрьму. Он говорит, нет, да что, не бойся, без проблем вообще. У нас хорошая тюрьма, все нормально. Да, мы поможем, все будет хорошо. И по итогу приходит второй человек, дает мне вафли, дает мне воду и дает мне карточку, билет с балансом в 20 дирхам. Я просто в автобус и уезжаю в Дубай. Это местные арабы были или там непонятно? Да, один был из Индии, другой из Египта. Но они здесь уже долго живут. И мы очень приятно так пообщались. Не считая того, что я очень боялся, что они посадят. Но в целом мне понравилось. Очень добрые люди, хорошие. Ну и что, ну Дубай, центр дальше. Это же все равно город, блин, не твоя страна, не твой максимально сложный кейс получается. Максимально сложный кейс, ты прав, Олег. Я приехал в центр Дубая. Сразу же, получается, с автобуса пересел на метро. Баланса мне хватило, чтобы сесть на метро. Это мне, кстати, объяснили вот как раз эти люди, что мне еще хватит на метро сесть и доехать. Вышел в метро, чуть не сел в женский вагон. А это я тоже читал, оказывается. Я просто стоял, не посмотрел на пол. Там у полу такая роззимая вывеска стоит, что это в женский вагон, туда садиться нельзя. И мне сказала женщина, I'm sorry, it's for ladies. То есть это для женщин. Я пошел в другой вагон, который направо. Я очень испугался, когда он мне сказал. Примерно моя реакция была такая. I'm sorry, I'm going... Это нормально. Я думаю, каждый день туристы попадают в такие ситуации. Ничего такого. Да, я думаю, она с пониманием отнеслась. Это очень хорошо. И я доехал до центра и стал искать, где я могу вообще переночевать. Сначала я ходил по... Я приехал на станцию Dubai Mall. И сначала я ходил по вот этим вот переходам надземным, которые располагаются вокруг всего Dubai Mall. Такие своеобразные стеклянные трубы в квадратной форме. И я просто сначала ходил по ним. Потом случайно нашел какой-то аварийный выход. Нашел я его просто повернувшись. Там какой-то человек стучал. Там выходы запираются только... Вернее, открываются только изнутри. Снаружи они не открываются. И он там, видимо, застрял. И я открыл его и сам туда прошел на эту лестницу пожарную. А там так лестница устроена, что она во-первых винтовая, а во-вторых, у нее есть такие бордюры каменные вокруг. И меня в принципе из трубы не видно, если не смотреть специально на меня. И я просто понял, что я могу там чуть-чуть посидеть и отдохнуть. И время уже было где-то, ну, может быть, 12 ночи или около того. И я сел и просто понял, что я тут не смогу уснуть, потому что лестница была очень холодная и без варианта. Чуть-чуть посидел, там был интернет, что очень хорошо. То есть я еще без связи поехал, потому что у меня не было возможности купить дубайскую сим-карту. И все, что у меня было, это Wi-Fi, который вот в Дубае находится. Я подключился к Wi-Fi и стал писать посты про сегодняшний день. Вот, то есть когда я туда поехал, я начал вести блог в Телеграме, который мне очень потом помог. Это, кстати, спойлер на выдаче. Вот, и я сел и просто писал посты. И тогда в какой-то момент в 2 часа ночи, я уже сидел там 2 часа, подложил портрет, чтобы не было сильно холодно. Я уже там все подумал, что я там все себе там вот стужу, застужу и вообще сам замерзну. И я стал, мне писали друзья все это время, поддерживали меня. И я просто уже в какой-то момент начал жаловаться, говорить, что, блин, это была моя самая худшая ошибка в жизни, сюда прилететь без денег, без всего. Я не знаю, что делать дальше. Ужасную линду. Но, тем не менее, я как-то смирился и пошел просто гулять по городу. Ночью, ночью все так вот. Ночью по городу, да. Подошел к Бурдж-Халифе, посмотрел. Потом пошел по районам походил. Поискал всякие проходики, посмотрел во всякие дворы зашел, где там можно поспать, лечь. Всякие стройки. И нигде не было нормального места. То есть там либо очень было грязно, либо было очень видно, либо было много людей, строителей. Я понял главную вещь, что Дубай строится ночью. Всегда. То есть днем там гуляют люди, а ночью идет стройка. И за счет этого он так быстро растет. И ночью там поспать на стройках нереально, не договорившись с людьми. То есть нужно договариваться. А договариваться я боялся. То есть мне было просто страшно банально подходить к людям и спрашивать что-то. И потом я вернулся в Бурдж-Калифе, просто сел на лавочку. Лавочка была, так сказать, тоже каменная. То есть тоже холодно очень-очень. Я просто вот так вот сел и вот так вот попытался уснуть. Проспал, может, минут 20. Проснулся от того, что сигналили машины и очень сильно боялся, что что-то украдут у меня. Именно телефон заберу. И остаться без телефона это было бы еще, не знаю, это было бы еще хуже, чем мое положение в этот момент. Такая безнадега, что я вообще какого-то выхода прям не вижу. Что должно произойти, какое-то чудо, чтобы у тебя эта ситуация как-то разрешилась. Что произошло в итоге, что тебя вывело-то, ну, что тебя спасло? После того, как я посидел на этой лавочке, я вернулся на лестницу обратно, на пожарную. Там я провел остаток ночи и утром я пошел искать метро. Я ходил, может быть, полчаса вокруг этих трасс и так и не нашел это метро. Так у тебя даже и карта-то закончилась перед нами. И карта закончилась, да, я хотел попросить купить мне билет. А куда билет? А куда билет, да, непонятно. Все х**ки-палки. Непонятно. И я пошел просто в метро и спросил у какого-то человека, он меня провел. Он сказал follow me, I can show you. Говорит, иди за мной, я тебе покажу. Я говорю, хорошо. Он меня провел через какой-то там тоже пожарный рабочий вход. То есть у них нет каких-то нормальных входов. Может быть, я их не нашел. Нет, они есть. Просто я не нашел. В общем, пошел я через пожарный этот вход рабочий, специальный, служебный. И зашел, все хорошо. И я пикаю картой, а у меня не хватает одного дирхама. Потому что я думал, что метро стоит 4 дирхама, а оно стоит 5 дирхам. И в этот момент у меня была максимальная степень просто расстройства, максимальная степень уныния. И я просто сел на подоконник в одном из этих коридоров стеклянных и задремал там. Проснулся я от сообщения Олега Торбасова. То есть мы с ним договорились. Вот оно чудо, которое с невестностью. Да, мы с ним договорились заранее. Вернее, как это было. Немножко вернемся назад. Еще до Толки. Полетел сюда. Я написал Олегу Торбасову о том, что я хочу с ним встретиться. О том, что я давно уже его смотрю. И не мог бы ли он со мной встретиться в Москве. На что он сказал, бро, я живу в Дубае. Я говорю, окей, не проблема, я купил билет. Он написал ха-ха-ха, типа все такое. И говорит, ну ты понимаешь, что это тебе не дает никакой просто гарантии, что я с тобой встречусь. Потому что ты купил билет. Я говорю, окей, без проблем. Я говорю, я настолько верю, что я с тобой встречусь, что мне без разницы, есть ли гарантии или нет. Я знаю, что это произойдет, просто вопрос, когда. И поэтому я готов, если что, подождать, пожить в Дубае, найти какую-то работу, куда-то устроиться. В общем, как ты переживаешь этот момент, пока ты не будешь готов со мной встретиться. Он говорит, ха-ха-ха, типа мило. Все, попрощались, я говорю, я тебе напишу, когда прилечу. В итоге я прилетаю, пишу ему. И вот как раз-таки он мне отвечает, когда я уже просыпаюсь от его сообщения, грубо говоря. У меня сразу воодушевление. А ноги уже стерты, все больно, неприятно. Я уже весь спал, грубо говоря, час в общей сумме. И я просто пошел в молд, в Дубай-молд. Видел там кресло, мягкое. Сел на это кресло, уснул. И с радостью просто. Так не, а Олег-то тебе написал, что увидимся? Да, встреча будет. Что на следующий день, да, все-таки. Но не сказал. А, не сказал тогда. Он сказал, что да, встретимся. Ну, то есть это пока твое положение не сильно улучшило. Сильно улучшило, но подняло очень сильно. Да, да, да. Да. И я сел на кресло, уснул, и меня разбудил охранник. Вернее, нет, я сам проснулся, он подождал вежливо, пока я проснусь, и сказал, что извини, тут нельзя спать. Я говорю, хорошо, без проблем. Сразу встал и ушел. И я просто ходил по молу, в итоге сел на другое кресло. Мне очень хотелось пить и есть. То есть я, повторяюсь, я не брал с собой ни еду, ни воду, ничего с собой вообще не было. И я просто, как бы, я один в этом большом моле. Дубай-мол, он прямо огромный. И я начал придумывать эти тактики, чтобы найти воду, найти еду. Я проверял вообще разные гипотезы. Я ходил по разным магазинам, спрашивал у людей. И я понял такую схему. То есть вода есть всегда в магазинах очень дорогих. В магазинах дорогой какой-то промышленности. То есть либо это часы, либо это мебель, либо это машины. Либо это что-то такое, что вот очень дорогое. И там всегда будет вода. То есть ты всегда можешь прийти и спросить там воды. Продавцы могут дать воду. Да, продавцы, именно на кассе, да. Вот. И тебе дадут воды. У людей спрашивал, может, у пятерых. Отказывали все, особенно русские. Вот русские всегда говорят, что нет, не до тебя там, я сам не знаю. Кстати, я когда был на станции, там была такая русская семья из двух человек. Муж и жена, может лет по сорок. И я к ним подхожу, говорю, извините, а вы вообще можете помочь, купить билет? И вот эта вот русская какая-то традиция по типу, ой-ой, я ничего не знаю, мы сами тут вообще потерялись, мы не знаем, что нам делать. И я говорю, так давайте, ну может быть, если вы тоже потерялись, может быть, мы вместе найдем какую-то ситуацию. На что они мне говорят, нет, спасибо. Ну то есть, мне говорят, пожалуйста, хорошо. Притом, что ты не производишь впечатление бродяги какого-то. Ты очень хорошо одет, выглядишь, ну нормально все. Да. Но русский как-то так вот принято, что постоянно как-то шугаться. Ладно. Окей, дальше. Получается, я нашел воду. Единственное, что у меня не было, это еды. Я ночью перекусил вафлями, когда я сидел на лестнице, которую мне дал вот этот человек в форме. И я просто сел на кресло и начал думать над тем, что делать дальше. В какой-то момент мне пришла идея. Потому что мозг начал работать совершенно по-другому в стрессовой ситуации. И я просто быстро начал всем писать. Говорю, пожалуйста, сделайте мне рекламу для блога. Просто бесплатно тебе. И реально много это сделал из моих близких друзей. Просто мне написали прямо вот много постов своих телеграм-каналов. И у меня блог увеличился с 30 подписчиков до 150 буквально за один день. Но в моменте как бы тебе это помогло раздобыть едуты? Ну, больше подписчиков. Еду не помогло. Но подписчиков, это как-то тоже подняло воодушевление. Но это сыграло решающую роль вообще в моем выживании. Вот мой блог, как раз то, что я его начал вести. И начал документировать просто все. То есть каждый раз, когда у меня был Wi-Fi, я просто сидел и записывал каждую просто... Каждую свою мысль, каждый момент, который я пережил. Каждую локацию расписывал, все обрисовывал, записывал себя на видео. Взаимодействовал с аудиторией, разговаривал. И по итогу... Что было дальше? По итогу ночью я вышел из мола и просто пошел гулять. Вот, то есть просто пошел гулять. И в какой-то момент мне написала еще женщина, девушка, наверное, правильнее будет сказать. Мы с ней договорились в тот момент, когда я только прилетел в Дубай. То есть это была подруга моих хороших знакомых и друзей. Я вообще не знаю, чем она занимается, кто она. Я просто спросил, есть ли у кого знакомые в Дубае, чтобы мне с ними познакомиться. Они сказали, да, вот скинули ссылку. Я ей написал, говорю, привет, давай встретимся. Она говорит, привет, давай. И в этот день мы с ней вечером, я просто выхожу гулять, она мне пишет время. Все окей, я на метро, получается, добираюсь. Не на метро, пешком. Пешком, это очень важно, добираюсь туда. На метро я поехал уже позже. И там такой большой отель. Называется «Амния». Такая сеть отелей больших, прям крутых. Я сначала долго думал, мялся, думал, заходить, не заходить в этот отель вообще. Что я так еще выгляжу. Ну, понимаете, два дня не мылся, ничего не ел, не спал. Выглядело тогда вообще не лучшим образом. И я просто думал, зайти, не зайти. Потом все-таки решился. Думал, дай зайду. Захожу в отель, и в отеле секьюрити стоит. На ресерсинге. И он меня очень тепло встречает. Мы с ним начинаем прямо разговаривать очень сильно. Это был мой первый опыт серьезной беседы на английском языке. Прямо он ко мне отнесся как к другу, как к человеку. И вообще предложил мне воды попить. Принес мне две банки с водой железной. И мы сидели, просто разговаривали, общались вообще на разные темы. Он сказал, что у меня все получится. Сказал, по-моему, не видно, что я смогу найти работу. Меня это еще сильнее взбодрило. Прообщались мы час. Девушка чуть-чуть опоздала, может, минут на сорок. Но когда она приехала, мы начали с ней разговаривать. Я ей сказал, привет. Я понял, что что-то не так. Как будто бы ей нужно говорить не привет, а здравствуйте по имени и отчеству. Ну такая она какая-то, прям энергетика от нее. Я спрашиваю, а чем ты занимаешься? Она говорит, я занимаюсь недвижимостью. Я говорю, так, интересно. Я говорю, ты в какой-то компании работаешь? Она говорит, у меня своя компания. Я говорю, так. Сколько миллионов оборотов? В рублях или в долларах? Я говорю, мне без разницы. Скажи, как есть. Она говорит, ну вот мы недавно анонсировали выставку, самую крупную в Дубае. Ее бюджет 40 миллионов долларов. Я говорю, понятно. Я начал смеяться. У меня смех прорвало. Ну потому что я ей написал, привет, давай познакомимся, подружимся туда-сюда. И просто я понимаю, что люди, которые именно в этой сфере крутятся, мне кажется, они ее встречи добиваются не знаю какими способами. Просто там максимально там вежливо, по имени и отчеству говорят, ну через менеджера подправляют эти заявки. А я просто написал в инстаграме, привет, давай познакомимся, давай дружить. Меня просто прорывает со смеху. Она смотрит, говорит, что ты смеешься? Я говорю, ну вот так вот. Вот. Она меня повела в KFC. Покормила меня в KFC. Ну ты уже вскрыл карты, сказал, что вот в каком-то положении. Да, сто процентов. Я ей все рассказал. Какая у нее была реакция вообще? Она улыбнулась. Улыбнулась, да. Не так, что типа, а я тут тоже сама заблудилась, как и остальные. Нет, нет, нет. Она просто улыбнулась. Она очень такая добрая, отзывчивая, интересная, открытая. И мы с ней просто сидели, разговаривали. В какой-то момент просто смотрели друг в друга в глаза. И она мне говорит, слушай, чем ты занимаешься? Ну, что ты умеешь? А у меня такое состояние, вот, когда вот мыслей вообще в голове нет. И просто ты говоришь, и все так получается хорошо. И ты человека чувствуешь, и себя чувствуешь. И просто как-то в таком потоке, в моменте находишься. Я и начинаю просто рассказывать, что я умею. Говорю, а я умею фотографировать. Она говорит, так вот, у тебя есть поднос с едой, да. Сфотографируй мне его сейчас. Я ей фотографирую. Получается суперская фотка. Она говорит, так, ага, круто. Говорю, ты что еще умеешь? Я говорю, так, умею я вот это, это, это. Она говорит, продавать умеешь? Я говорю. Могу научиться. Я говорю, я не знаю. Я не продавал, серьезно. Она говорит, хорошо. Я говорю, как ты смотришь на то, что я тебе возьму свою команду? Я говорю, я не против. У тебя же обратный билет, ты буквально на несколько дней приехал. Я, да, я на неделю прилетел, и я говорю, я не против. И стал спрашивать условия. И она сказала, что они продают как раз-таки спонсорство на этой выставке, и одно спонсорство стоит 10 миллионов рублей. И мне будет капать по 5% с каждой продажи. То есть 250 тысяч рублей за одну продажу. Я сижу, такой так. Так, интересно. Так, а поесть я уже смогу? Да, да, да. Я очень быстро все уплел, хотя уже есть не хотелось, потому что, когда долго не ешь, отключаешься к голоду, чтобы не стрессовать. Вот, и я такой, интересно. Она говорит, я тебя там свяжу со своим наставником по продажам, он тебя всему научит, продавать будешь удаленно. То есть, когда вернешься уже в свой город, будешь продавать удаленно. Сделаешь 5 продаж, переедешь в Дубай, все будет хорошо, мы тебя возьмем в штат. Слушай, звучит настолько фантастически и неправдоподобно, что я вот сам тебя слушаю, я понимаю, что это все правда, да? Да. У меня в голове не выкладывается, что так тоже можно было, да? Да, так тоже можно. Я сам в шоке, потому что я просто написал ей привет. Привет, давай дружить, грубо говоря. Не сгласьте свою удачу, пока так все везет. Да. Ну-ну-ну, дальше. И мы с ней попрощались, то есть, как бы я такой, ага, окей, попрощались с ней. Я ее проводил до отеля, и в какой-то момент я понимаю, что у меня нет рюкзака, а в рюкзаке закрыл паспорт. Ёпти. И все вещи. И наушники, и зарядка, и пауэрбанок, и все там, а у меня только телефон, и все. Я быстро просто бегу обратно в этот KFC. Слава богу, он был на месте труда. Прямо серьезно. Я даже не знаю, что бы я делал бы, если бы он был бы не на месте. Я его беру. Из-за того, что я бежал, у меня уже были все стерты ноги, я их стерл прям, ну, в крови, когда я бежал. Все, я не знаю, что делать, я весь уже сырой, потому что в Дубае очень тепло, очень твой. Мне вообще твоя история, знаешь, что напоминает, как будто ты бросаешь кубик, да, кинул кубик, там, минус два хода назад, да, там, ну, вы потеряли рюкзак, вы стерли ноги, да, потом бросаешь кубик, вам написал Элег Торбасов, да, пройдите на четыре клетки вперед. Типа того, типа того. И я с этим портфелем просто хромаю обратно до этого отеля, а мы очень подружились с этим охранником на ресепшене, с этим секьюрити, и вот он из... Ты сейчас подставишь людей своими, ну, именами, он же, по сути, нарушил наверняка инструкцию служебную. А ты можешь это запикать, кстати. Ничего запикать, ты сам этот, ну, аккуратно с именами. Хорошо, хорошо. В общем, пришел по моему другу, его зовут Николай. Вот, и я подхожу к нему, он говорит, как у тебя дела? Я говорю, все, слушай, все хорошо, но есть такой момент. Я говорю, могу я тебя попросить принять душ? У тебя есть какое-то служебное помещение? Он говорит, нету, я тебя могу попросить, чтобы ты принял душ в отеле. Отель, напоминаю, очень дорогой, очень большой, очень такой серьезный. Я в шоке стою, а он идет реально спрашивать. Я просто стою, я не знаю, меня прямо трясет, и мне на секунду показалось, что он мне может номер, типа, выдать на ночь. Потому что он сказал, что души только как бы в номерах есть, и что вот если номер свободный есть, то можно. И я сижу и жду его. Он приходит и говорит, к сожалению, нет номера свободного. Он говорит, я договорился, и ты сможешь принять там какой-то есть вот общий душ, если спускаться там вот. Да, ты сможешь принять именно в общем душ, там сауну, что-то такое. С девчонками. Без девчонок, к сожалению, но тем не менее, для меня это было очень жестко. Очень, очень прямо на сердце потеплело. И я реально иду в этот отель дорогой, принимаю душ там бесплатно. Ну, душ – это пол дела. У тебя еще непонятно, где жить, что есть и так далее. Да, но то, что я принял душ, это меня настолько прямо еще выдушевило, что мне стало вообще пофиг. А я только что-то поел в KFC. Я поел в KFC, я получил офер на 250 тысяч за продажу, и я принял бесплатный душ в каком-то торговом отеле. И после «Бессонной ночи» это было просто самым лучшим подарком для меня. Ой, я принял душ, потом вернулся к Артему, к моему другу. И, да, и… Ну, к охраннику, короче. К охраннику, да, вернулся. И мы еще чуть поговорили, он сказал, что у меня все получится, обменялись контактами. И я пошел, вышел из отеля, а там Wi-Fi был в отеле. А мне нужно было посты написать, про все это рассказать. И я сидел просто, писал посты. То есть, опять-таки, для чего я это делаю? Сейчас вот перейдем к кульминации. Для чего я вообще вел свой блог, для чего я это делаю? В итоге я, получается, пешком иду обратно в Бурдж-Халифе, туда в центр, в Дубай. И там я просто сажусь на лавочку рядом с каналом. Там водоканал такой есть красивый. И я там знакомлюсь еще с одним человеком. Получилось это как? Я сижу на лавочке, он сидит на лавочке слева от меня. И я слышу русскую речь. То есть, он как бы, он сам араб, но при этом он в телефоне что-то выбирает, у него русские слова из телефона вылетают. И он сам их пытается повторять. И я просто к нему подхожу, я говорю, I'm sorry, can I help you for this, for learning Russian or what you're doing? То есть, я говорю, могу ли я подойти, могу ли я помочь с русским языком? Я говорю, я русский, я могу помочь. Чем вы занимаетесь, учите язык или переводите что-то? Он говорит, о да, я учу, круто. Говорит, да, можно попрактиковаться, садиться. А он официант соседним кафе. То есть, у них просто перерыв у него был, видимо, он пошел русский учить. Потому что в Дубае очень важно вот именно знать три языка. Это русский, арабский и английский. Это три ключевых языка в Дубае. Если ты их знаешь, это уже мне он говорил, то ты можешь строиться на любую работу. Или хотя бы два из этих языка ты знаешь, ты можешь строиться на любую работу. И я ему просто помогаю. Он использовал приложение, там, не помню такое. В общем, он просто читал слова, и я его корректировал. То есть, он читает слово, там, утка. Я ему говорю, да, правильно. Потом читает, там, не знаю, другое какое-то слово неправильно. Там, чей час? Я говорю, нет, сейчас. Вот, и вот так вот мы просидели. В итоге тоже обменялись контактами. Он мне сказал, что поможет с работой найти. Вот, дал мне приложение крутое, которое называется LinkedIn для работы в Дубае. Он сам таким образом ушел в работу. И он ушел. Мы попрощались, все очень, на такой теплой ноте. Я сижу на лавочке, я просто очень весело, я счастлив в этот момент. Потому что, ну, все настолько круто складывается. Меня переполняют просто эмоции. Проходит полчаса. И я сижу в телефоне, просто пишу тоже посты. Подходит человек, тоже в форме официанта, и протягивает мне какую-то шаурму. Ну, то есть, вот это какая-то вот рулет из лаваша, и там какое-то мясо внутри. Я говорю, что это такое? Он говорит, это вот тебе передал вот этот человек. Я тогда, я просто был в шоке. Я сидел, я записал видео себе в Инстаграм, в Телеграм, что, блин, мне только что дали еду, и что, типа, чего я теперь всегда с едой буду? То есть, ну, первое такое ощущение, когда за два дня, получается, меня раз накормили, и спустя два часа меня еще раз накормили. Я просто съел это, это было очень вкусно. Я был в шоке. Просидел я там еще после этого три часа, и утром была такая история. Я захотел сходить в туалет, но так как на улице в Дубае я не рискнул этого сделать, но я бы, ну, и по личным соображениям, не стал бы этого делать на улице, я стал ходить по ресторанам и спрашивать, могу ли я сходить там. Они только открывались в 5 утра в время, еще не принимали никого, но двери были открыты. Вот. И спросил одного, нет, другого нет. Третий сказал, я не знаю, спросил у того парня, подошел к тому парню, он сказал, да, вот тот парень тебя проводит. И меня пошел провожать человек в строительной форме, в такой оранжевой жилеточке, то ли пакистанец, то ли араб, то ли индиец. В общем, неважно, пошел провожать меня до туалета. Сначала мы с ним зашли в какую-то вот, как раз таких подсобку, там был туалет закрыт. Он меня начал спрашивать, откуда я вообще, чем занимаюсь. А я на таком добром вайбе, я ему отвечаю, все, да, где, ну, спросил, я живой, я сказал, нигде, он спросил, как. И в какой-то момент ему что-то показалось, ну, странно, что-то не очень, да, как будто бы не то. Он отличается, чем от других людей, которых я здесь видел. И в какой-то момент мы просто идем, он берет меня за руку, целует мою руку, вот так вот берет, подносит к губам, целует мою руку, вот так вот смотрит на меня и говорит, I love you. Я говорю, а я думал, это традиции такие, ну, вот малый, там, вот, варам, да, там, где руку поцеловать, там, в шоку поцеловать, еще, ну, в шоку, я не целовал, слава богу. Блин, I love you. Я говорю, I love you too. Я не знаю, что ему сказать. Он говорит, о, говорит, пойдем в ванную вместе. Ну, короче, ты доигрался. Три шхода назад, блин. Он говорит, пойдем в ванную вместе, да. Я говорю, стоп. Я говорю, I don't like boys. Мне нравятся мужчины, мне нравятся женщины. Он говорит, почему? Говорит, ты серьезно не любишь мужчин? Тут я вообще прям опешивал, мне настолько стало какое-то неприятно. Офигеть. То есть, ну, я просто доставил камеру, начинаю об этом рассказывать. И он резко переключается, такой, а, вот тебе прямо направо, и там туалет. Пока. Я говорю, пока. Спасибо. Я только хотел сказать, что тебе так на людей везет, там, да, и никаких вот... А тут такой гомокапкан просто, педоловушка какая-то. Педоловушка. Ну, мне 20. Ему, кстати, было лет, может, 28-30. Ну, он такой молодой строитель. Ужас какой. Это вот после этого я прямо сел на лавочку, я боялся смотреть в ту сторону, потому что это был мой первый такой опыт, что ко мне так вот, кто-то пристает. А я... Ну, вопрос был, да? Хотелось ли его ударить? Нет, не хотелось. И даже если бы я его ударил, то, ну, блин, а что, меня бы закрыли бы. А представь, он был здоровее тебя в два раза, да? Да, а он маленький. Просто я два метра ростом, а он прям вообще, ну, метр шестьдесят, наверное, метр семьдесят. И когда он меня взял за руку, и там вот от моей руки до его лица было немного, я даже не успел отдернуться. То есть он берет меня за руку буквально, пару сантиметров проносит, целует меня в руку. А у меня вообще на руке осталась его стыда. Я потом иду, я пошел, потом руку вот так вот побывать с мылом. Это было настолько стрёмно. И такой потом осадок негативный остался. Слушай, а вот тебе и кейс первые деньги заработать. Ну, дай бог. Я даже в эту сторону потом не смотрел, потому что я не хотел его видеть. Для меня это очень дико, очень странно, когда вот так вот. И потом я просто пошел пешком до ближайшего метро. И там попросил купить билет у людей. Так билет-то опять куда? Вот. Олег мне тогда написал в Телеграм, ой, в Инстаграм, что давай встретимся. И он подписался на мой Телеграм-канал, в котором я вел вот этот блог. И он мне написал в комментариях, говорит, двигай к пляжу. Говорит, спи на пляже. Там есть фонтанчики бесплатные с питьевой водой. Или жаки. То есть Турбасов уже знал всю твою историю, получается? Да, он сутил за мной. А, прикольно. В этот момент. И я решил двигать туда. На мой, получается, третий день. Я подошел к метро. Долго решался. Я не люблю у кого-то что-то спрашивать, просить. Долго решался. И все-таки решил спросить у двух молодых людей, не могут ли они мне купить билет. На что я получил какой-то ответ нейтральный. То есть ни да, ни нет. Что-то среднее. И я просто пошел за ними. И я стою, я не понял. Я просто жду около этого банкомата с билетами. И он поворачивается так на меня, зло смотрит, и говорит, видишь того парня? А там стоит охранник. И говорит, я сейчас его позову. Это были англоязычные? Да. Они были очень хорошо одеты, но так вот отреагировали. Ну вот, я говорю, все, я без проблем, я ухожу. Пошел на выход. Там шел парень, похожий на Уилл Смита. В один-в-один. Спортивный, высокий, красивый. И я ему говорю, I love you. И дай бог. Я ему говорю, не могли бы вы купить мне билет? Сначала подумал что-то, потом говорит, да, хорошо. Говорит, иди за мной. Я иду за ним, он покупает мне билет, дает. Все, я ему жму руку, говорю, вы похожи на Уилл Смита. Очень крутой. Он говорит, да, спасибо, улыбнулся. Все, мы разошлись, я пошел на метро, пикнул. На балансе 20 дирхам снова. Я радостный, еду в Дубай-Марину. На пляже, ближе к Blue Waters, ближе к Олегу. И дальше что было? Я приезжаю на пляж, просто осматриваюсь, ищу место, чтобы переодеться. Потом решаю не переодеваться, просто ложусь на песок по всей моей одежде. И засыпаю. Накрываю степкой вот так, и спать. Приехал я туда в 7 утра, проснулся, я где-то в 12. То есть я там проспал как нормальный времени. Приехал я туда, там вообще не было людей. Ну как, маленькие кучки. Проснулся, там уже все кишило, я просто лежу среди людей. Классик, там дети в песок играют, ноги закапывают. Да, да, да. Я прямо, ну я не стал купаться, я просто походил, поискал интернет. И вот сейчас начнется развязка ключевая. Я пошел в какой-то маг просто посидеть. А когда я туда шел, я такое состояние словил, что я как будто бы всех замечаю вообще в этом мире. То есть все люди, я как будто каждую деталь их вижу. То есть походку, как они разговаривают, что они носят, на чем они ездят, на какой машине. Там все вообще, каждую деталь я подмечаю. И я в принципе понимаю, что мне нужно делать, чтобы так же подключиться на эту чистоту денежную. И чтобы заработать деньги, как мне нужно идти, как мне нужно разговаривать. И я как-то начинаю вот эту роль играть, потому что я типа крутой, как будто у меня денег много. Я иду по городу, смотрю на всех, в глаза, копирую просто, играю роль. Захожу в Макдональдс, просто начинаю умываться, чистить зубы. Зубы я, кстати, чистил в Дубай-моле и в туалетах, короче, чистил зубы везде. И начинаю чистить зубы, на меня все смотрят. Я вообще не обращаю внимания, я закатил вот так вот рукава, типа я крутой. Я сижу такой, стою, вернее, чищу зубы, ни на кого не обращаю внимания. Я выхожу, сажусь и в интернете начинаю писать посты свои. В какой-то момент мне пишет человек, тоже вот случайность или не случайность, или все-таки случайность не случайная, и именно влияет очень сильно на то, как ты себя ведешь. И мне пишет человек, говорит, слушай, а у тебя есть криптокошелек? Я говорю, есть. У меня не было криптокошелька. Вы такой положительный парень, но постоянно тебя тянет, если не врать, то фантазирует. Я начинаю его регать, регистрировать. Нет, я не соврал, он у меня реально был, только он у меня как бы, я им пользовался очень давно, я просто зарегал новый. То есть он у меня был, я не соврал, но я не могу пользоваться. Я зарегал новый. А 50 минут на это ушло у меня, потому что я в крипте вообще полный ноль. То есть я даже не затрагиваю эту тему, все хорошо зарегистрировался, скидываю ему мой кошелек. Мне приходит 50 долларов. Я сижу в шоке. 50 долларов. Он мне говорит, сегодня ты ночуешь в хостеле? С блога человек. Опять-таки напоминаю, то есть и действия до этого, то есть реклама вот эта вот. То, что я его начал, то, что я документировал каждый свой шаг. То, что я садился на лестнице холодной, писал посты вместо того, чтобы спать. 50 долларов. Окей, я пишу про этот пост. Проходит 6 минут. Мне пишет другой человек. Говорит, а что ж ты не говорил, что у тебя есть криптокошелек? Я говорю так. Хорошо, есть. Он говорит, скидывай. Я кидаю ему кошелек. Он мне скидывает 100 долларов. Офигенно. Я сижу. Я просто отнес слов. Пишу про этот пост. Проходит еще 5 минут. Мне пишет еще один человек, мой друг близкий. Говорит, а мне-то что не говорил, что у тебя есть криптокошелек? Кидают мне 150 долларов еще. Я все. Я сижу. У меня есть 300 баксов. И этого хватит, чтобы прожить оставшиеся 5 дней в хостеле. В любом. И на еду, и на хостел, и на развлечение. Все. Я закрыл эту позицию. Мне больше не нужно выживать. Мне больше не нужно нигде спать. На улице. Все. У меня есть бабки. Я беру эти бабки. Сначала у меня было состояние. Я за 2 дня очень сильно переключился на то, что я не трачу деньги. Мне было очень сложно потратить эти деньги. И снять хостел. Я думаю, блин, а я могу и на улице. И вот он такой, так, алло, алло, хорош. Ты не должен к этому привыкать. Это плохо. Это хорошо, когда ты выходишь на комфорт, на время. Но если ты к этому привыкнешь, да, ужиматься постоянно, это плохо. Наоборот, что нужно учиться тратить нормально. И я просто договариваюсь, пишу в чаты русских в Дубае. И там есть чат по обмену валют. И я пишу, кто обменяет срочно 300 USDT на 1100 дирхам. И мне пишет человек. И говорит мне, говорит, готов обменять на 1000 дирхам. Я говорю, давай 1050. Он говорит, давай. Все, мы встречаемся в районе Дубай-Марина. И я туда подхожу. А там нет интернета. А мы договорились на время. А я пришел вовремя, но я не могу его найти, потому что я не могу ему написать. Я просто хожу вокруг и думаю, все, пипец, все потеряно. Потому что уже 10 минут я хожу, и никто не соглашается мне раздать интернет. Из именно тех ресторанов, которые я заходил, просил. Я думаю, все, я сейчас подхожу к человеку последнему, спрашиваю интернет. И все, типа, если не получается, то окей. Я возвращаюсь и буду дальше договаривать с кем-то еще. Я подхожу к человеку, говорю, извините, можете мне раздать интернет на английском? Он мне говорит, да, конечно. И доставит телефон и показывает ему аккаунт в Телеграме. А, это он и был. Это он и был. У него не было аватарки. И я просто подошел к случайному прохожему, и это был он. Короче, знаки, кругом знаки. Да. Случайности не случайны. Я очень боялся, что он как-то меня обманет, потому что я никогда даже Дирхам не видел вживую. Я не знал, на что я меняю. Он мне мог любую валюту дать, и я бы подумал, что это Дирхам. У меня реально не было опыта. И я просто смотрю вроде настоящее все. Я забыл, кстати, рассказать момент. Перенесемся чуть обратно. Был момент, когда мы с вот этой девушкой, которая своя компания, мы сидели в KFC. И я ей сказал, можешь ли ты поменять мне чуть-чуть дирхам, чуть-чуть рублей на дирхам? То есть я тебе скину на Тинькофф, а ты мне дашь вот так вот. В итоге она мне дает 10 дирхам. Говорит, больше у меня нету наличкой. Говорю, хорошо, без проблем. Мы выходим из ресторана, из KFC, и подходят два парня, пакистанцы. Они говорят, что они голодные. И я просто отдаю им эти 10 дирхам, и все, я без денег на метро. То есть, ну, просто так вот. И на следующий день, получается, мне приходят 300 баксов. Блин, класс. Такая показательная история вообще просто. То есть все возвращается всегда, любое добро, оно всегда обязательно вернется. Законы работают в этой вселенной? Очень работают. Это прям максимально. И обратно перенесемся на тот момент. Я обменял рубли на дирхам и поехал навстречу коллегу Торбусову. Вот с ним мы поиграли в шахматы, нормально провели время, посидели, он меня накормил едой. И как бы и все. И потом меня так вот щелкает, и все, а что тут делать-то еще? И я просто пошел по дороге и начал бронировать гостиницы. Но есть такое правило в Дубае, что нужно бронировать до 12 ночи. И 99% требует предоплату по карте. У меня нет карты, у меня есть наличка. Я просто сижу, не знаю, что мне делать. Потому что время уже близится к 12. Остается буквально 10 минут, я судорожно смотрю, ищу еще приемлемые цены, чтобы убраться в тысячу дирхам. И просто я сажусь к какой-то девушке. Она сидит, как-то на меня посмотрел, немножко заигрывающе, но я не обратил внимание. Подходят ее две подруги. Одна из них садится прямо рядом со мной, спрашивает, как у меня дела вообще, что я тут делаю. Я ей рассказываю. Они такие все пьяненькие. И я отвечаю на ее вопросы. Англоязычные? Да. Они такие американские девушки, афроамериканские. А подруга ей говорит, говорит, ты что? Да он типа бедный. Не разговаривай с ним, не надо. Не трать время. А мне вообще пофигу на них. Я сижу в своих делах. Она говорит, а что ты ищешь? Ты ищешь отель? А какой у тебя бюджет? А где ты до этого ночевал? Ой, такой ты вообще, такой ты молодец. Вот. Потом к ним подходит какой-то парень. И вот ее подруга, которая говорила ей не общаться со мной, она говорит, что... Ой, говорит, я сделаю все, что ты хочешь за тысячу дирхам. И тогда я понимаю просто, в чем дело. Я просто встаю и ухожу. Вот. Я иду. Ты просто оттуда так нарвался? Да, да, да. Я иду, и просто в какой-то момент я нахожу отель на Букингле. Нахожу отель, который стоит... Хостел, не отель. Хостел, который нормально стоит. 120 дирхам за ночь. Это вот наш хостел, в котором мы поздравляемся. Да, без предоплаты. Бесплатная отмена у него. И заселяться можно в позднее время. Я быстренько бронирую, иду по адресу, по навигатору, захожу на ресепшн, и все, я заселился в отель. Пришел, заплатил за первую ночь. Потом остался. Там еще было очень много интересного, но это уже... Другая история. Это уже другая история, да. Слушай, это твой первый вообще выезд за границу? Да, я ни разу никогда не поздравляю. Ни разу за границей не был. И даже, да, не разговаривал ни с кем на английском серьезно, только там с друзьями в шутку. Сейчас, подожди. Мы эту историю записали, причем так подробно, чтобы показать, чтобы показать, что вот все страхи, которые могут быть, да, ну, какие обычно страхи у людей? Это новая среда, там, да, отсутствие денег, самый главный страх, там, не знание языка, ну, знание языка все-таки... немножко на него в практике. Да, практики нет. И потом, это же не Англия или США, да, это арабская страна, то есть, казалось бы, кто-то может подумать, что, ну, с английским каким-то на каком-то там школьном, нераспетском уровне здесь, ну, можешь попадать, но вот все возможно, блин, короче, это просто депрессия. Михаил, блин. Я когда-то путешествовал с рюкзаком, никаких ситуаций, как у тебя, я все-таки не попадал, чтобы настолько жестко это все было. Я уверен, что пройдя через это... Вообще, когда я служил Мишу, мне казалось, что это такая школа жизни, какая-то армия, что ли, с чем это можно сравнить, да, ну, вот, то испытание, или как вот обряд инициации, да, проходит мальчик, чтобы стать там юношей или там мужчиной, да, вот, и это как будто твой обряд инициации, да, ну, ты прошел все, что можно, красавчик. И так это все разрешилось, и вот эти моменты, когда, ну, вот, казалось бы, все, да, ну, там, край черта, там, да, и как-то это все происходит, складывается, блин, все те вещи, над которыми мы часто можем посмеяться, там, ну, что вот девочки верят во Вселенную, там, или что-то еще, все работает, и работает в очень правильном направлении, да, и тот момент, когда ты дал 10 гирхам патистанцев, которые попросили еду, я думаю, ну, стопудово, это тоже все не случайно, это 100% все не случайно, офигеть, я, наверное, даже ничего вырезать, или монтировать не буду, полностью вот этот куском вставим, да, хорошо, да, потому что для многих, я уверен, что такая штука, мишен кейс, это может быть такой вдохновляющей историей для многих людей, да, ну, кто боится сделать первый шаг, та самая пресловутая зона комфорта, из которой мы все боимся выйти, да, вот, что может быть, он просто нырнул туда с головой, просто, в холоднющую прорубь какую-то, если вот эта история вам не показательна, да, то я не знаю, ну, что еще, делайте вещи, ну, возможно, все, пример Миши, то есть, 100%, верьте в себя, верьте в этот мир, он не злой, он очень добрый, всегда, обязательно поставлю ссылку на канал Миши в телеграме, потому что мне самому интересно будет, к чему его этот путь, это доверие судьбе, или как это назвать, да, к чему оно все-таки приведет, но по-любому к чему-то хорошему не может быть, чтобы вся эта история как-то закончилась, что у нее кроме хорошего какой-то другой конец может быть, да, в принципе, не конец, она бесконечна, видимо, вся жизнь такая будет дополнена, спасибо, шикарно, да, такой курс молодого бойца, все время хотелось дать ремарку не повторять, опасно для жизни, но, если так же сердцем чувствуете, что вам чего-то очень-очень хочется, дерзайте, кто знает, куда приведет смелый шаг в неизвестность, в конце концов, случайности не случайны, на канале будет еще несколько выпусков из Дубая, не переключайтесь, все только начинается, все только начинается,